Добрый вечер! О событиях в крае у столицы вам расскажут корреспонденты информационной программы «Наши новости». И мы ее ведущие Татьяна Денир. И Кирилл Политов. Смотрите сегодня в выпуске. Два форума на одной площадке. В Белокурику съехались тысячи молодых людей со всего мира. Молочные реки. Как выбрать качественный продукт? Сяду я верхом на коня. Чего испугался рекордсмен Корифей? Почти 4 тонны американских куриных окорочков пытались провести на территории Алтайского края казахские предприниматели. Попытку пресекли сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Партия ножек Буша общим весом 3750 килограммов были возвращены в соседнюю республику. Напомним, с 7 августа правительство страны ограничило ввоз и реализацию ряда импортных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении России. В список запрещенных продуктов попали говядина, свинина, птица, рыба, молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В связи с указом президента усилен контроль нашими сотрудниками вдоль границы и принимаются все меры по выявлению такой продукции. Но пока это был единичный случай первый. В основном у нас продукция российского производства. В Сибири проходят здесь строгий контроль качества. Чтобы все было справедливо, каждому молочному участнику присваивают порядковый номер, под которым он проходит исследования и дегустацию. Очень профессиональный состав жюри у этого конкурса, поэтому результаты всегда объективны. Они признаются специалистами предприятий разных регионов, поэтому получать награды на этом конкурсе это всегда престижно, очень значимо для предприятия. Поэтому, соответственно, есть интерес здесь поучаствовать. Температура, консистенция, внешний вид, цвет, аромат и, конечно же, вкус. Строгая жюри обращает внимание на все. Говорят, в молочном деле не бывает мелочей. Нам, потребителям, рекомендуют изучать состав и маркировку. Ведь, к сожалению, зачастую покупатель принимает за молоко совсем ненатуральный продукт на основе растительных компонентов. В торговле, если посмотреть этикеточку, написано сыр, творог, а на самом деле это может быть творожный продукт или сырный продукт. Поэтому, конечно, этикетку нужно очень внимательно изучать. Название лучших молочных продуктов в Сибири объявят уже завтра. А вот победители среди сыроделов определят лишь в пятницу. И в конце этой недели мы будем точно знать, какую марку стоит брать в магазине, а какую оставить на полке. Маргарита Белова, Алексей Фризин. Наши новости. Два крупнейших молодежных мероприятия впервые объединены на одной площадке. Недалеко от Белокурихи, на территории комплекса «Сибирское подворье», сегодня стартовали международный управленческий форум «Алтай.Роста» и форум «Шанхайская организация сотрудничества». АТР – это ежегодная летняя площадка, где молодые предприниматели или люди, желающие ими стать, учатся формировать команду, раскрывать способности своих подчиненных и развивать бизнес. Молодежный форум «Шосс» проходит накануне передачи России представительства в Шанхайской организации сотрудничества и служит хорошей подготовкой к межгосударственному диалогу. Впереди целая неделя мастер-классов, лекций и круглых столов. Наш корреспондент Екатерина Гаськова сегодня работала в Белокурихе и сейчас расскажет подробности первого дня. В этом году международный форум «Алтай.Роста» проходит впервые совместно с другим масштабным слетом. Это форум «Шосс» или Шанхайская организация сотрудничества. А это значит только одно. На Алтайской земле со всех интересов за 14 государств. Это Китай, Индия, Узбекистан, Монголия, Туркмения и еще множество других. Собственно, молодежная делегация этих стран приехала в Смоленский район. Сейчас, как на форуме «АТР», так и на форуме «Шосс» после зрелищных конно-спортивных соревнований возобновилась плановая работа профильных площадок. В России началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях. В Алтайском крае таких мест нет. Но 3 сентября досрочно сделать свой выбор смогут избиратели, которых не получится прийти на участки в единый день голосования. Любые вопросы, связанные с проведением выборов, можно задать специалистам Всероссийской горячей линии. Сегодня она открылась и в Алтайском крае. Получить консультацию можно ежедневно с 10 утра до 6 вечера. По телефону или электронной почте. Кстати, именно в нашем регионе впервые стали привлекать в качестве экспертов такой горячей линии членов молодежных избирательных комиссий. Теперь это новшество внедряется по всей России. В Барнауле закрыли одно из крупнейших медучреждений – городскую больницу номер 3. В Краевом управлении по здравоохранению сообщили, что необходимость в этом назревала давно. И решение было принято по причине аварийного состояния здания. Его планируют реконструировать. Заявлено, что на время ремонта медперсонал и пациентов переведут в другие больницы Барнаула. Мы готовим подробный материал на эту тему. Он выйдет в одном из ближайших выпусков наших новостей. Гарантия качества 100 лет. В Тольменском районе началась реконструкция дороги с мостом через реку Чумыш. Какие проблемы поможет решить строительство и когда водители смогут оценить качество отремонтированного участка Чуйской трассы, узнавала Татьяна Гладкова. Через эту переправу проезжает примерно 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас водители сбрасывают скорость, когда въезжают на мост. Через пару лет это грозит пробками. Поэтому строители работают на опережение. Строят мост с перспективой на 100 лет. Минимум столько прослужит новое сооружение. И решить сразу несколько проблем. Во-первых, повышение безопасности движения. Потому что сейчас движение по мосту по действующему шляется в однорядном варианте в каждом из направлений. Будет шляться в двухрядном варианте в каждом направлении. То есть, по сути, пропускная способность моста увеличивается в два раза. А это позволит снизить аварийность. Кроме того, говорят специалисты, разрешится сложная паводковая ситуация на участке. Слишком часто установлены опоры. 33 метра балки. Это, конечно, в современном виде не очень соответствует реалиям. Дело в том, что здесь сложная паводковая ситуация. Много заторов льда. И эти опоры создают лишние проблемы для прохода талых вод по реке Чумыш. На новом мосту будет всего пять опор. Опор будет меньше, а мост надежнее. О качестве волноваться не приходится. Эта же организация строила известные объекты. Например, мост через Катунь, ведущий к Бирюзовой Катуне. 305 метров моста и почти 9 километров дороги. На это уйдет более 3 миллиардов рублей. Деньги уже начали осваивать. В этом году строители занимаются отсыпкой земляного полотна и бурением опор моста. Реконструкция продлится 4 года. Сдача объекта планируется в 2017. Но дорожники говорят, есть все шансы, что работа закончится и раньше. Татьяна Гладкова, Александр Андропов. Наши новости. На крупнейшем предприятии Заринска подвели итоги ежегодного конкурса «Молодой лидер». Эти профессиональные соревнования уже 7 лет помогают заводу «Алтайкокс» создавать кадровый резерв талантливых управляющих. Кроме того, конкурс приносит пользу и городу. Один из ключевых этапов состязания – разработка социально значимых проектов, которые затем воплощаются в жизнь при поддержке «Алтайкокса». Три отборочных тура, интеллектуальное тестирование, психологические тренинги, деловые игры и экстремальные спортивные состязания с выездом в Горный Алтай. Из 22 претендентов в финал конкурса «Молодой лидер Алтайкокса» прошли лишь 8. Это молодые амбициозные сотрудники завода, которые стремятся расти личностно и профессионально. Кроме того, они желают быть полезными не только своему предприятию, но и родному городу. Уже второй год финалисты краевого конкурса разрабатывают и реализовывают социально значимые для Заринска проекты. Должны быть единомышленники вокруг. Конечно же, это поддержка семьи, поддержка коллег, которые все твои идеи воспринимают на ура, и ты этим подпитываешься. У тебя хорошая мотивация, неохота опускать руки, охота двигаться вперед. Победительница этого года Надежда Балакина получила право воплотить жизнь в свой образовательный проект. Ждали девушку и другие награды, дипломы, денежная премия и почетное звание «Молодой лидер 2014 года». Выявлять талантливую молодежь, перспективных специалистов, компетентных рабочих – основная задача корпоративных конкурсов, которые проводит Алтайкокс. За всю историю конкурса «Молодой лидер» свои силы в нем попробовали более 150 сотрудников Алтайкокса. Каждый четвертый уже сделал шаги по карьерной лестнице. Из рядовых рабочих завода они превратились в мастеров, начальников подразделений, а значит предприятие поддерживает всех, кто стремится работать над собой и приносит пользу компании и обществу. Куда отправиться в преддверии дня открытия сезона охоты? Конечно же за необходимым снаряжением. Значит ваш путь ведет в сеть магазинов трофей. Сезон охоты открывается 30 августа. Вы еще не успели запасти всем необходимым? Время есть, а главное есть место, в котором к долгожданному дню могут подготовиться как профессиональные охотники, так и начинающие. Полный ассортимент охотничьего снаряжения и аксессуаров ждет вас во всех магазинах сети трофей. А значит будет славная охота. Магазин очень прекрасный, хороший. Разнообразие очень большое для отдыха, для туризма, для охоты, для рыбалки. Поэтому даже просто пройти посмотреть для себя, для кругозора это очень хорошо. Потому что не всегда знаешь, что сегодня в новинке, что сегодня есть в продаже. Я очень доволен этим магазином, мне всегда приятно здесь находиться. А еще в сети магазинов есть манки, чучела, охотничьи костюмы и обувь. То, что непременно понадобится каждому любителю активного отдыха. Палатки, спальники, лодки, рюкзаки, посуда. Постоянных покупателей порадует дисконтная система. Многие рыболовые охотники стали участниками клуба трофей. А значит, похвастаться результатами ближайшей охоты все обязательно соберутся здесь. Благодаря сети магазинов трофей вы точно не останетесь без трофеев. Ни пуха, ни пера. Побит рекорд 54-летней давности дан старт новой эпохи развития конного спорта. Все это случилось на Барнольском ипподроме, который принимал третий этап Большого Сибирского круга и разыгрывал кубок губернатора Алтайского края. На грациозном и грандиозном празднике побывала Галина Юмашева. Смирение и спокойствие перед стартом. Хотя, скорее всего, это показное перед камерой. Говорят, лошади тоже волнуются. Как видно, что они волнуются? Потеют. Потеют? Волнуются кони, волнуются наездники. Да и неудивительно, ведь эти соревнования – за клубок губернатора Алтайского края. Итак, дан старт к первому заезду. И, как в поговорке, из-под топота копыт пыль полетела по полю. Обогнать и перегнать хотелось каждому участнику. Ведь призов всего 15, а скакунов почти 150 из 11 регионов России. Особые надежды возлагали на Алтайский край. Алтайский конный завод вводит в стройку лидеров аналогичных предприятий в стране. Особое место в конезаводстве занимает спортивная тема. Конно-спортивные соревнования приурочили к столетию Барнаульского ипподрома. Поэтому на праздники еще и благодарили людей, вложивших немало сил в развитие конного дела. Среди награжденных оказался и Василий Скрягин, который начал работать на Барнаульском ипподроме в 1959 году, а позже возглавил его. Здесь был сильный упадок. Ничего не строилось, не финансировалось. Поэтому все было запущено, можно сказать. И дисциплина неважная была. И результаты производительности лошадей очень низкие были. Поэтому пришлось очень много потрудиться. И потрудились так, что с середины 80-х годов Алтайский ипподром никогда не оставался без призовых мест на Сибирском уровне. А теперь новый этап развития конного спорта. Подписано соглашение, которое позволит построить в Барнауле крытый манеж, подготовить конкурные поля, привести в соответствии с международными стандартами скаковые дорожки и открыть ветеринарную лечебницу. На праздники спорта и грации рекорды ставили кони и зрители. На трибунах собралось около 6 тысяч человек. Такое количество людей засмущало даже победителя Кубка губернатора Корефея. Жеребец из Хакасии рвался сбежать от фотоаппаратов. Но все-таки собрался с духом и снимок на память получился. Кстати, именно этот конь побил полувековой рекорд. Дистанцию 3200 метров он прошел за 4 минуты 15 секунд. На 5 секунд быстрее прежнего рекордсмена. Немало призовых мест в заездах взяли конезаводчики из других регионов России. Но в общекомандном зачете победу одержали спортсмены Алтайского края. Галина Юмашева, Андрей Печоркин. Наши новости. Новости спорта. Сегодня в исполнении привычного обозревателя Юрия Борлиса. Он вернулся из затяжного отпуска и готов рассказать вам о плавании, легкой атлетике, хоккее и футболе. Добрый вечер. Не очень пока помогает нашей женской хоккейной команде новенькая иностранка. В заключительном матче общего тура в Казани Алтай-Барнаул проиграл 2-8 питерскому метрострою. Следующий матч и бывший коммунальщик проводит, ну, наконец-то дома 4 и 5 сентября. Спонсор рубрики «Спорт» – сеть супермаркетов бытовой техники и электроники «Элмарт». «Элмарт» объявляет мега-рассрочку! С 15 августа по 15 сентября ноутбук для школы всего за 599 рублей в месяц. Знай наши цены! Сеть супермаркетов бытовой техники и электроники «Элмарт». Плавец Андрей Гречин не смог попасть в призовую тройку чемпионата континента в Берлине. Свою дистанцию 50 метров вольным стилем он закончил с шестым со временем 22,10 секунды. Алтайские паралимпийцы зато блеснули на чемпионате Европы по легкой атлетике. Андрей Коптев и Артем Логинов выиграли в составе сборной России эстафету 4 по 100 метров среди спортсменов с нарушением зрения. Бийская метательница диска Софья Аксем стала второй, в последние попытки отправив свой снаряд мимо сектора. Всего в Британии сборная России завоевала 88 медалей. Спортсмены Алтая причастны к 8 из них. Россияне выиграли общий зачет паралимпийского чемпионата Европы с большим отрывом. Хоккей. Алтайские беркуты одержали победу в финале проходившего в Барнауле турнира, посвященного Дню физкультурника. Наша молодежка забросила 4, а пропустила 3. Победные шайбы причем на 57-й минуте за авторством Романа Вяткина. С таким же счетом и их матч в группе закончился. Ну тех же соперников. Игра за третье место все с тем же. Так что негласный лозунг турнира нарисовался сам собой. Даешь 4-3, что ли так? Футбольные нули, к счастью для соперников, все равно приносят им очки. Ничего друг другу не забили, но обзавелись турнирными баллами по одному Байкал и Динамо Барнау. 0-0 в Иркутске. Как в Чите и у Металлурга. А в Якутии в драматичной развязке на последних минутах местная команда, представляете, сравняла счет, а следом и победный мяч забила смене 2-1. Вот как бывает, пел Юрий Антонов. Бутсы и форма этим футболистам не нужны. Исход матча зависит от ловкости рук. Впервые в Бийске прошел этап чемпионата мира по виртуальному футболу. Одному бейчанину все же удалось прорваться в финал в Барнаул Артему Силину. Всероссийский этап пройдет в Москве. А там уже до чемпионата мира недалеко. Только один россиянин отправится осенью в Париж сидеть у экрана и нервно дергать джойстиком. Сам играю в компьютерный футбол много, часто, но надо переходить на занятия нормальным спортом и вам советую. Спасибо, Юра. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова